Расставьте в клетках таблицы 4х4 буквы ВЗМШ, каждая из которых должна быть в квадратике, кружочке, треугольнике или ромбике. И каждая должна быть покрашена одной из четырех красок. Я здесь не стал отмечать цвета, потому что этим мы потом займемся, а сначала хотя бы разобраться с буквами и геометрическими фигурами. Так вот, так чтобы в каждом столбце и в каждой строке присутствовали бы все буквы по одному разу. И то же самое, каждая геометрическая фигура в каждой строке и в каждом столбце тоже должна присутствовать по одному разу. Что такое ВЗМШ? Всесоюзная заочная математическая школа. Это много лет назад, когда еще не было интернета, придумали такую замечательную идею рассылать в самые разные точки Советского Союза задания. И студенты Мехмата и аспиранты проверяли эти тетрадки и по почте эти тетрадки шли назад. Это, конечно, было долго, потому что не интернет, а обычная бумажная почта. Потом ВЗМШ превратилась, после распада Советского Союза, в всероссийскую заочную многопредметную школу. То есть там, кроме математики, возникли другие отделения. Ну, потом придумали интернет и все это изменилось. Но я все свои годы, и когда был студентом, и когда был аспирантом, ходил в эту самую ВЗМШ и брал там тетрадь, проверял их отсылали. Ну, и многие другие тоже так делали. То есть это действительно была большая-большая-большая работа. И книжка «Задачи заочных математических олимпиад» во многом написана по вот этим вот материалам ВЗМШ. Еще для ВЗМШ, по сути, была написана книжка «Прямые и кривые» Васильева и Гутенмахера. И еще несколько таких книг, довольно хороших. Потому что, когда вы работаете, в общем, на всю страну, то хочется писать хорошо. Вот особенно рекомендую «Прямые и кривые», да и остальные разработчики ВЗМШ. Они очень простые, но очень важные. Там простенькие математические идеи очень хорошо объяснены. На первый взгляд, задача вот этого вот про ВЗМШ – это просто задача на перебор. Давайте я ее, собственно, сейчас так и решу. Потом окажется, что на самом деле это задача об афинной плоскости над полем из четырех элементов. Но это потом. Сначала просто давайте будем перебором, картинку за картинкой разбирать. Я не уверен, что я сейчас это сделаю лучшим способом, но как-нибудь это сделаю. Давайте выбирать варианты. Например, здесь есть буква М и вот здесь буква М. Значит, две другие буквы М расположены или вот так, или так. Я сейчас сделаю две картинки. На этой картинке буква М я сразу сюда, ну а, соответственно, на соседней доске я поставлю буквы М в этот вопрос. Теперь давайте прямо здесь разбираться, какие же георгические фигуры. Смотрите, кружочек здесь невозможен. Треугольник уже есть, кроме уже есть. Значит, М должна быть в квадрате. Хорошо. Здесь что остается? Буква М уже у нас есть в квадрате, кроме и в преугольнике. Значит, здесь обязательно буква М в кружочке. Хорошо. Букву М здесь поставили. Теперь все-таки, чтобы не забыть, я на соседней доске поставлю М вот в эти позиции. Смотрите, вот у буквы М здесь треугольник уже был, тромб уже был, здесь круг невозможен. Значит, здесь куда-то. Получается, что у нас круг. Ша в той же строке, что только что поставили круг. Противоречие получили. Значит, буквы М должны быть вот так. Давайте смотреть. Вот у нас есть в паспорте, это ромб, ромб, квадрат, круг. Значит, здесь треугольник. Хорошо. Здесь круг, ромб, треугольник. Значит, здесь обязательно квадрат. Вот это вот есть, значит, здесь треугольник. Все просто. Дальше по строке. Теперь вот сюда, я думаю, не хватает только кружочками. Прямо сюда треугольник уже есть. Сюда только квадрат можно поставить без основица. И вот сюда нужно поставить только ромб. Так. Заметьте, мы уже по большую часть работы сделали. Мы проставили все диагностические фигуры. Теперь буквы Ша давайте посмотрим, как можно ставить. То есть, в принципе, буквы Ша вот здесь вот уже есть. Тут есть, значит, они стоят либо вот здесь, либо здесь. Но Ша у нас уже есть. Поэтому, на самом деле, буква Ша идет вот сюда. Теперь, смотрите, здесь Эл, Ша, З, здесь В. В. Теперь куда еще можно поставить? Есть два варианта. Можно так, а можно так. Два варианта. Но буква В в квадрате у нас уже есть. Поэтому сюда нельзя. Значит, В нужно присрать на диагностику. Так, осталось по столбцу понять, что здесь З. И вот по этому столбцу понять, что... Какой здесь буквы не хватает. Вообще-то то же самое. Господа, может быть, я из-за там разбирал вариант в начале. Может быть, можно было и сразу все понять. Я так, просто боялся, чтобы был сложный перебор, приготовился к этому соседнюю доску. Дело не в этом. Дело в том, что как-то мы задачу решили. В принципе, таким же перебором можно и про цвета понять. То есть ввести, ну, скажем, первый цвет. Я не буду здесь, у меня нет такого, то есть луков ярких, чтобы это на камере было хорошо видно. Вот, поэтому, в принципе, можно вот написать какие-то цвета. И потом таким же способом, но с учетом, что каждый цвет, и с каждой геометрической фигурой должен встретиться один раз, и с каждой буквой должен встретиться один раз. Это сильное очень ограничение. И, в принципе, не проблема это перебором сделать. Но я не хочу, я хочу показать математический смысл этой задачи. Это, на самом деле, не задача наперебор. Это задача о поле из четырех элементов. Иногда так пишут. «Глуа» — это фамилия французского ученого начала 15 века. Иногда другому обозначают поле из четырех элементов. Давайте я сейчас объясню. Потом мы с вами допишем эти самые цвета. Но пока что такое поле? Поле из двух элементов — это самое маленькое поле из тех, что могут быть. Смотрите, там всего лишь есть 0 и 1. 1 плюс 1 — это 0. 0 плюс 1 — это 1. И умножение тоже абсолютно понятно. 0 на что угодно — это 0. 1 раз 1 — это 1. В принципе, есть и другие конечные парамели. Вот поле из трех элементов. Это просто вычти по моему другим. Вот это, и соответственно, и на самом деле не нужно. То же самое. Это означает то же самое. Просто складываем и берем остаток для деления натрия. Здесь умножаем и берем остаток для деления натрия. Но нас интересует поле из четырех элементов. Оно получается добавлением к этому еще двух элементов. Давайте попробуем вообще. Если у нас есть поле из четырех элементов, то там видишь, что есть 0. И еще какие-то элементы, которые мы добавляем к этому. x2, x3. Берем произвольный элемент x1 на ладьертуру. И рассматриваем такие элементы. x и z. x2 и x3. Это какая-то перестановка вот этих ладьеров. Поэтому, если мы перемножим вот этих ладьеров, то будет то же самое, что мы перемножим x. Проще сказать, x в кубе, так и затем длиниться. Но, это что значит? Что x в кубе минус 1 не понимаем. То есть, x в кубе минус 1 умножить на x2 плюс x в кубе минус 1. Это нужно. Ну, мы верим, которые не единичные, потому что это 0 и 1, в шестом виде. Таким образом, чтобы улучшить более из четырех элементов, надо вот к этому волю добавить коню вот такого многочисленного. Ну что это означает, вам подробно объясняю. Но, да еще, если вы здесь заметите, 1 и минус 1 это одно то же. Поэтому мы добавляем такой элемент альфа, что альфа в квадрате это альфа плюс 1. Ну вот давайте теперь составим таблицу умножения и таблицу умножения для более из четырех элементов. Складывать очень легко. Ноль прибавлять к чему угодно, это значит не менять. Ноль прибавляем, получаем то же самое, что было. Прекрасно. 1 плюс 1, а плюс а, б плюс б это б, а плюс 1 это б, а соответственно б плюс 1 это а. И наконец а плюс б это единица. Вот так устроена таблица сложения в высшей степени таблицы. Таблица умножения тоже не сложная. Вот здесь внизу написано вычисление для а, б, а квадрат и б квадрат. Тут вот почему написано а плюс 1 в квадрате это а квадрат? Да потому что 2а это ноль. Итак умножать на ноль. Как ноль допустим. Везде получаются нули. Умножать на единицу значит не менять этот элемент. А в квадрате как здесь написано это b, b в квадрате это а, а умножить на b это единица. Прекрасно. Мы с вами составили и таблицу умножения и таблицу сложения для более 4 элементов. Ну конечно вопрос почему выполняются обычные вот эти вот требования. Командативное сложение, ассоциативное сложение, то же самое и умножение и так далее. Либо это надо смотреть в общую науку, либо просто проверить. Здесь легко, перебой не такой большой. Либо понять что собственно в этой задаче нам это не так важно. Потому что мы хотим показать как при помощи более из 4 элементов решать задачу ROG ZEN SHAP. А значит если получится то хорошо. Если мы сможем придумать. Да кстати что придумать? Мы хотим придумать 3 ортогональных латинских квадрата. Давайте поймем. Вот то что там были буквы V, Z, M, SH. То что там были квадрат, круг, треугольник, ROG. И цвета. Что здесь в этой задаче квадрата? Они были так расположены, что например каждая буква встречается ровно в одной строчке, ровно в одной столбце. И каждая буква с каждой геометрической фигурой то же самое встречается в один раз. И с цветом то же самое. Как же нам здесь придумать? А вот как? Очень просто на самом деле. Давайте я беру квадратик. 4 на 4. И нумерую его столбцы элементами нашего поля. Сейчас все увидите. Сейчас все легко. 0, 1, A, B. И здесь тоже. 0, 1, A, B. Вот это будет ОСССС. Это будет ОССССС. 1, A, B. А теперь в каждую клетку я напишу, ну например на вот этой таблице я напишу X плюс Y. Это очень легко. По диагонали все нули. 0, в общем это фактически та самая таблица сложения. Здесь у меня будет 1, A, B. Здесь будет A. A плюс B это единица. 1 плюс A это B. A плюс B это единица. B, A. Все легко. Вот вам один квадрат. Заполненный, замените пожалуйста так, что единица ровно по одному праву в каждой строке и в каждом столбце. То же самое и с нулем, и с A, и с B. Вот это некоторый латинский квадрат. Заполнение, при котором выполнено вот такой вот запечатленность. Хорошо. А теперь будут вам еще два латинских квадрата. А именно, я составлю квадрат X плюс AY. Те же самые 0, 1, A, B. Может я даже их не буду, потому что они считаются, что сюда у нас относятся. И здесь 0, 1, A, B. И ладно, что я пишу. 0, 1, A, B. Хорошо. И другой. Для X плюс B. Тоже квадрат 4 на 4. А теперь только заполненный такие вот значения. Ну вот те же самые 0, A, B у нас идет. Вот. И это 9. То есть, когда заполню я сейчас. Но сначала я их не могу. Зачем? А потому что это будут три латинских октагональных квадрата. Октагональные, это следующее. Когда вы накладываете любую из них на любой другой, то обнаруживаете, что каждая из вот этих вот четырех возможностей одного квадрата ровно в одном месте встречается с каждым другом. Давайте посмотрим, как X плюс AY просто сделать. А давайте так. Это X равно 0, и каждый из этих чисел умножить на A. Это легко. Это здесь будет 0, A, A в квадрате это B, и AB это 1. Прекрасно. А теперь надо прибавлять к этому словцу X. Ну вот 0 плюс 1 это 1, здесь B, здесь A, здесь он. Теперь здесь A надо прибавлять. Это будет A, 0, A плюс B это 1, A плюс 1 это B. И, соответственно, B прибавлять. А здесь B, B это 1. Впрочем, я мог бы не мучиться, потому что у нас в строке, это ж в один сих квадрат. В строке у нас просто надо писать недостающее. Так, прекрасно. B плюс B это действительно 0, и здесь A написал. Ну вот теперь давайте уже нижнюю табличку я тоже заполню. Здесь надо сначала B их заполнить, да? Это будет 0, B, 1. И B умножить на B это A. Прекрасно. И теперь прибавляем. Когда прибавляем 1, это будет 1, A, 0, B. Когда прибавляем A, получается A, 1, B и 0. И встающие пишу 1, A, 0, и здесь пишу B. Прекрасно. Почему эти квадраты? Потому что если вы напишите какое-нибудь значение для X плюс Y и какое-нибудь другое значение для X плюс Y, то по этим значениям система имена уравнений однозначно может быть решена и будут найдены соответствующие X. Прекрасно. Я нашел систему. Я нашел систему из трех ортогональных латинских квадратов размером 4,4. Кстати, ровно так же соответствующие ортогональные квадраты, но только если поле побольше, соответственно их будет больше, можно строить над любой так называемой конечной общинной плоскостью. То есть если поле состоит не из четырех элементов, а из некоторого количества Q элементов, то вот такие же выражения выписываете и получаете систему из Q-1 по партогональных латинских квадратов. Теперь надо совместить нашу задачу с этими вот тремя таблицами. Заметьте, про таблицу сложения и умножения можно уже забыть и сосредоточиться только на буквах ВЗМШ, вот на той таблице 4 и 4, и трех табличках, которые я только что нарисовал. Ну, смотрите, верхняя левая таблица очень похожа на ВЗМШ, а именно, мы можем договориться, что буква В соответствует элементу В, поле из четырех элементов. З это А, М это единица, Ш это 0. Потому что вы же понимаете, что когда у нас есть дискомнат, то есть если вы не думаете что если вы не думаете, то есть ну-ка, таблица, это сумма и ещё нельзя. когда вы меняете с нами две строки, то он остается от этого квадрата. Правда, нужно отводить для гональности, если мы где-то поменяли по их остальных местах точно так же. И со столцами, например, меняете два столца, то тогда надо во всех трёх таблицах их менять. Но здесь, смотрите, здесь вот эта вот табличка вазаем шай очень похожа на вот эту. Здесь почти ничего не придётся менять. Здесь вот у нас стоят в бэшке, здесь стоят в бэшке. Я уже вам написал. Элемент В соответствует букве В. Элемент А соответствует С. Дальше единичка – это у нас М. И ноль – это Ш. Так, а интересно, может, кем вообще повезло полностью? Вот здесь вот у нас стоят буквы Ш. Нули – да, повезло. Здесь единицы. Всё, отлично. Расстановка букв – это в точности первая таблица. Пишу. Это у нас буквы. Хорошо. Это буквы. И вот это вот первая таблица. Теперь давайте посмотрим, у меня есть ещё две таблицы, какую из них разумно считать табличкой для геометрических фигур. Ну, давайте сделаем так. Вот здесь у нас треугольник, и здесь тоже треугольник, видите? А здесь буква В, и здесь буква В. Проверяйте, господа. Единица во второй табличке показывает квадрат, ноль – круг, В – треугольник, А – это ромба. Один квадрат, ноль – круг. Просто смотрите, что здесь налево-навраво, да? Вот у нас здесь, например, треугольник, ромб, квадрат, круг. Смотрим сюда, на вторую строчку. В – треугольник, А – ромб, один квадрат, ноль – круг. Мы всегда ставим эту строчку, проверим, что так же. Значит, действительно, вторая вот эта вот таблица, вот эта в точности соответствует геометрическим фигурам. А чему же это соответствует третьей? Ну, понятно, чуть-чуть. Правда, я там ромбировал от одного до четырех. Вы уже понимаете, что это не будет. Никаких один, два, три, четыре не будет. Будут цвета, как здесь написано. А, В, ноль, один. Т.е. для того, чтобы решить задачу, оказывается, вовсе не нужно было подбирать цвета. Хотя это не сложно. Не сложно будет подбирать, честное слово, цвета. Но так мне кажется приятнее. Один, ноль – это значение цвета. В, А. Вот я переписываю эту таблицу. В, А, ноль, один. В, А, ноль, один. И, наконец, последняя строчка. Ноль, один, А, В. Все мы сделали. Придумали три ортогональных ладинских квадрата при помощи поля, состоящего из четырех элементов. Афинная плоскость над полем из трех элементов получается совсем просто. У нас есть вот такая табличка, где в клетке, здесь x написано, здесь y, написано x плюс y по модулю 3. А здесь два x плюс y по модулю 3. Вот это вот x, тут y. И это два ортогональных квадрата размера 3 на 3. То есть вы видите, что в каждой строке 0,1,2. В каждом столбце тоже в каждом из этих квадратов. И если вы наложите эти два квадрата, то обнаруживаете, что двойка здесь наложилась на двойку, вот эта наложилась на ноль, а вот эта наложилась на один минус. Ну и так же со всеми другими. Это соответствует тому, что любые две прямые. Одна заданная графами таким, другая заданная графами таким, имеют единственную точку пересечения при любых армии. И теперь давайте посмотрим, как это будет выглядеть над полем из 5 элементов. Там ортогональных квадратов будет уже 4. Смотрите, две таблички я уже запомнил. То есть мы берем x плюс y по модулю 5 и 2x плюс y. Давайте я объясню, как выберем вот эту таблицу. Очень просто. Когда x по модулю надо просто переписать. 0, 1, 2, 3, 4. Теперь x уменьшивается на единицу, значит надо прибавлять 3. Но прибавляем по модулю 5. То есть это 3, 4, 2 плюс 3 это 5, то есть 0. 3 плюс 3 дает единицу. И 4 плюс 3 дает что? Двойку. Теперь еще прибавляем. Теперь еще 2 прибавляем. 6 это 1, это 2. Слушайте, при движении на вертикали я могу просто все время ничего прибавлять. Поэтому если я уже что-то вычистил, то дальше все легко. Так, прибавляем здесь 3. 4, 0, 1, 2, 3. И здесь еще прибавляем 3. 4 плюс 3, 7. Достаток. Приление на вертикали это 2. 3, 4, 0, 1. Прекрасно. Ну и последний таблицу. Абсолютно в таком же духе. 0, 1, 2, 3, 4. Другие здесь надо прибавлять 4 и другим слоям вычитать. Вычитаем единицу, получаем 3, 4, 0, 1, 2. И движение на вертикали добавляется единица. Вычитаем единицу. Здесь получаем 2. Здесь получаем 1. 3, 4, 0, 1. И здесь 2, 3, 4, 0. Вот они, 4 ортогональных латинских квадрата, каждый размером 5 на 5. Так устроена афинная плоскость, где на каждой прямой 5 точек. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова